И еще расскажите, пожалуйста, про, я так понимаю, что это антреприза, которая называется «Эмигранты». Эмигранты, да. Тоже ничего не знаю, но знаю, что вы давно, по-моему, собирались. Да, это был давний проект, и мы с Леонидом Семеновичем и Роберманом уже договорились, там, пару лет, нет, год назад, по-моему, мы договорились. Даже стали репетировать, такие были долгие переговоры, потом были одни репетиции, и мы не успели к премьере выпустить спектакль. Решили заморозиться на год, и вот в этом году выпустились вместе с Юрием Муравицким в качестве режиссера и Игорем Борисовичем Скляром в качестве партнера. Вот мы играем Славомира Мрожика «Эмигранты», пьеса на двух актеров, и в нашем случае Трубача, исполнителя на Трубе. И большое, такое серьезное произведение с такими вдумчивыми текстами, с философским таким подтекстом, очень апеллируемый к зрителю сегодняшнему, и много задающий вопросов. Про эмиграцию? Ну, сюжет про эмиграцию, но эмиграция в данном случае рассматривается как элемент, который... А вот если вычеркнуть из нас самую основу, то есть выясняется, что место, где мы живем, вот те ключи, не ключи, а опоры, которые у нас есть на нашей родине, когда мы живем здесь, на этом месте, вот если их вынуть, да, если мы, отдохнув, отдыхая от какого-то тяжелого дня, поедем в наше любимое место, там, или домой, да, вот есть понятие дом. А вот если вот убрать это понятие дом, то что останется у людей, да, с чем они останутся, и как их душа будет искать приюта, через какие элементы. И вот здесь вот идет рассуждение, то есть что происходит с людьми, почему люди не могут договориться друг с другом и у себя на родине, и где бы то ни было еще. Ну, то есть это такое очень... Философское. Много-много, да, вопросов задающих такой философский труд, и такая не просто дающаяся пьеса, она там со своими лакунами, и, в общем, провоцирующая зрителя на то, чтобы думать, то есть это не, как бы, не простой день развлечения, а это такое, в общем, совместное какое-то проживание. И, слава богу, вот Леонид Семенович Роберман, это один из тех продюсеров, которого большое вот такое вот антрепризное дело, который позволяет себе, уже набрав те силы, которые, все те ресурсы, которыми он обладает, он занимается тем, что выстраивает и создает уже серьезные произведения. То есть не на потребу зрителя, не на какой-то легкий заработок, а на такое серьезное, рискованное, как для антрепризы, это рискованное, как бы, предприятие. Почему? Ну, потому что, если это стационарный театр, то независимо от того, как происходит, как приходит зритель, насколько эта история популярна, да, она может, например, иметь своего зрителя, как бы, такой, какую-то прослойку, такой вот средний класс зрителя, который уже может воспринимать серьезную драматургию, но еще не скатывается прям совсем в какой-то там, совсем концептуальную там или андеграундную историю, да. То есть, ну вот, вот это такой вот средний слой. И этот слой такой народившийся, то, что у нас вот со зрителем сейчас уже произошло, и благодаря, там, Кириллу Серебренникову, и, там, Константину Богомолову, и Евгению Писареву, то есть вот этот вот сложившийся пласт и множество других режиссеров, которые, ну вот, сконцентрировали такой средний класс актера, который, вот, способен уже воспринимать эту информацию и способен воспринимать спектакли серьезнее, чем просто развлечения, не просто вечер приятно провести. И вот мы вот с этим зрителем сейчас работаем и рискованно, потому что этот зритель, ну, как бы, не везде так плотно сформирован, как, например, там, в столицах, поскольку это эндерпризы, мы посещаем еще, ну, как бы, пытаемся охватить Россию, да, и вот там тоже мы такими можем, где-то мы протуберанцами будем, где-то мы будем, там, актерами, которые, ну, там, упадут на благодатную почву, где есть зритель, который хочет вот этого произведения искусства. И для антрепренера, конечно, это очень-очень рискованно, то есть это такой бой за зрителя.